Привет всем. Так меня снарядили, готов выступать. О чем я сегодня хотел поговорить. Ну вот вы тему видите. Сегодня мы рассмотрим, какие основные принципы следует, каких основных принципов следует придерживаться при создании приложений под Android Wear и какие основные мотивы и идеи закладывались дизайнерами Google, когда они, собственно, проектировали эту операционную систему. Вот. Я технический директор компании Surf. Мы уже 4 года занимаемся только мобильными приложениями под iOS, под Android. Вот в этом году начали заниматься еще под Google Glass и под Wear. Пробуем всякие штуки интересные. И вот хотелось бы рассказать. Еще немножко рекламы, пока никто не устал. Мы сейчас делаем свой проект. Это приложение под Android Wear. Гитарный тюнер. В дальнейшем еще будет определенное развитие в виде лупера и прочих функций. В общем, кому интересно, ждите анонса на нашем сайте. И сегодня про него тоже чуть-чуть будет рассказывать. О чем же пойдет речь сегодня? Во-первых, принципы, которые закладывались при создании Android Wear дизайнерами и которые следует учитывать, если вы хотите создать классное приложение. Это принципы контекстуальности, наглядности, малого или вообще почти никакого взаимодействия. И также предложений и запросов. Приложения состоят, в принципе, из определенных блоков, которые предполагаются к использованию стандартных. Мы их тоже рассмотрим немножко. Я расскажу, как их следует использовать, какие рекомендации даются Google. И еще дам советы, как спроектировать приложение, с чего начать, если перед вами чистый лист бумаги. Первый принцип – это контекстуальность. О чем тут вообще речь идет? Если вы видели видео, которое Алексей показывал, там Google очень четко подчеркивает, что приложение используется кратковременно достаточно по сравнению, например, со смартфоном. Если смартфон мы можем залипать по два часа, открыл и все, и время ушло. То предполагается сценарий использования Android Wear это какие-то краткосрочные нотификации, устройство вам что-то подсказывает, какую-то информацию дает, просит вашего внимания для каких-то действий. Например, оно подсказывает, вы можете здесь зачекиниться, хотите и вы можете зачекиниться. То есть все-таки парадигма использования немножко другая. Никогда пользователь активно работает с устройством, как вот было, по-моему, в рекламе Тизена и других часов, а все-таки он только периодически к ним обращается для получения какой-то информации. Приложение состоит из потока нотификаций, которые отображаются в общей ленте. Тут можно сказать привет Google Glass. Вообще во многом похожий принцип создания приложений для Google Glass, Android Wear. Как раз потому, что очень близки были команды дизайнеров, которые это проектировали. И, соответственно, многие принципы применимы и Google Glass. Соответственно, привычный формат взаимодействия, когда пользователь много вводит чего-то в приложение, вот как в Тизене, например, там даже клавиатура была или достаточно много мелких элементов UI, он тут слабо применим. Также контекстом, что может являться. Предполагается, что приложение живет автономно и обращается к разным источникам данных для получения информации о том, что происходит с пользователем, с часами, с миром вокруг. То есть мы можем опираться на данной локации, как я уже сказал, пришли в определенную точку, получили сообщение. Может по времени работать, то есть, например, нам нотификация от будильника или еще от чего-то приходит по определенному времени. Или там вы возвращаетесь с работы в определенное время и приложение вам что-то подсказывает. События из календаря. Соответственно, приложение может брать информацию из календаря о каких-то событиях, которые важны пользователю и показывать его в доступной форме. Identity – это каждый человек и каждое устройство обладает определенной информацией индивидуальной, такие как там логин и пароли различные, имена, фотографии. Соответственно, приложение может широко использовать эти возможности. Например, брать аватарки откуда-нибудь там из Facebook, из ВКонтакте, еще откуда-то. Активность. Ну, простой пример, например, если простой сценарий использования смартфона предполагает такой случай. Например, вы хотите отправиться на пробежку. Вы запускаете сначала музыкальный плеер, ставите там любимую группу, сворачиваете его, затем запускаете шагомер приложения или какое-то такое, запускаете его тоже и бежите себе весело. В принципе, довольно много кликов. Парадигма Android Wear предполагает, что приложение может само узнать, когда вы начали заниматься какой-то активностью. Например, оно могло бы, когда вы побежали, автоматически стартовать вам музыкальный плеер, если у вас так настроено, и стартовать шагомер и показать, что оно знает, что вы бежите. Ничего нажимать не нужно, маленький экран смотреть не нужно, все, в принципе, работает само. Вот. Также шоки и возможности взаимодействия с другими девайсами. Например, ну, тоже под управлением Android, к примеру, там, я не знаю, машины, холодильники, кофеварки, микроволновки и прочее. И набор сенсоров. Вот Алексей сказал, что у разных производителей разные сенсоры. У кого-то это сердечный ритм меряет, у кого-то GPS встроенный, у кого-то еще что-то. Можно ожидать еще сенсоров и активную работу приложений с ними. Вот на эти контекстные признаки стоит обратить внимание, когда вы проектируете свое приложение. То есть задумайтесь, какую информацию оно может брать из системы и из мира вокруг. Вот несколько примеров. Тут, к сожалению, картинки не очень хорошо видно. Вот, например, приложение Pinterest может подсказывать вам, если какой-то из пинов, который у вас добавлен, появился в радиусе рядом с вами. То есть, например, вы когда-то подписались на какую-то прикольную штуку, на пин, подошли поближе, и он говорит, пин рядом, можете там купить, посмотреть и прочее. Дальше приложение Trulia. Это для сдачи аренды домов. И, соответственно, предполагается, что если вы ищете дом, поставили приложение, то, ходя просто по городу и зайдя в определенное место, вы можете увидеть, что это за дом, сколько он стоит, позвонить агенту, посмотреть информацию о нем. То есть тоже такая контекстно-зависимая штука. Дальше вот отличный пример приложения для лыжников, сноубордистов, которое подсказывает в зависимости от того, в какое место вы направляетесь, какие там погодные условия, закрыт ли подъемник, или может быть уже трактор проехался, почистил. Тоже отличная вещь. И еще пример приложения конференции, которое показывает еще таких же участников, как вы, когда вы заявляетесь на конференцию. Следующий принцип – это в принципе легкодоступность, наглядность. Что это значит? Glanceable принцип означает, что приложение должно быть хорошо видно, даже если вы взглянули на него краем глаза и обратили внимание буквально на долю секунд. Вот дизайнеры Google исходили из такой мысли, что на самом деле приложение под Android Wear и Google Glass это не лобовое стекло в автомобиле, как сказать, не окно в мир. Это скорее зеркало заднего вида. То есть вы к нему обращаетесь, когда вам нужно что-то быстро проверить. Например, в случае с зеркалом заднего вида, что у вас там сзади нет машин. Так и здесь. Вы общаетесь с окружающим миром, с друзьями, с компьютером, с машиной, еще с чем-то. А Google Wear вам просто периодически подсказывает и вы можете обращаться к нему для получения информации. Еще также этот принцип предполагает минимум информации в доступном виде, потому что пользователь крайне мало смотрит и обычно в плохих условиях недостатка времени, внимания, то нужно показывать ему информацию максимально наглядно, максимально просто, максимально доступно. И принципами тут будут коротко, точно и в нужный момент. Ну коротко, понятно, показываем ему буквально на доли секунд, потому что потом он просто отведет взгляд. Точно это показываем немного информации, она должна быть релевантной и в нужный момент приложение самого контекстно-зависимо подсказывает там в зависимости от окружающих условий. Вот простой пример. Если взглянуть на эти два дизайна предполагаемых приложений под Android Wear, какой, как вы думаете, будет более удобным и наглядным? Вот. На самом деле на левом экране тут где-то шесть информационных элементов. Там маленькая аватарка, имя, время, текст, откуда пришло сообщение, иконка. А на правом экране всего три, ну три-четыре элемента. Большая аватарка, иконка приложения и текст сообщения. А теперь представьте, что у вас вот эти экраны вот так активно трясутся, пока у вас Android Wear на руке. Вот если посмотреть видео дизайна в Google, там прям хорошо видно, что правый дизайн в принципе выдерживает этот стресс-тест, а левый вообще никак не выдерживает. Предполагается, что Android Wear будет использоваться, когда вы, например, идете навстречу, и вам срочно нужно проверить что-то. Или вот как в видео было, вы опаздываете на самолет, вам надо узнать расписание, какие у вас там, какой у вас вход и все такое. Следующий принцип, принцип малого взаимодействия. У нас не так много инструментов для взаимодействия с приложением. Это однократный тач или там долгий тач, свайп широким жестом, не маленьким с определенным расстоянием, а такой широкий, потому что часы маленькие, палец большой, и как там точно попасть достаточно сложно. И голос, так как Google очень любит свой Google Now и очень его всячески везде запихивает, соответственно, голос остается одним из мощных средств для управления приложением, для получения информации от Android Wear. Соответственно, сложных действий и каких-то жестов нет, и они не нужны. Если вы проектируете приложение с такими жестами, рекомендую вам задуматься над тем, что лучше бы сделать чуть-чуть проще, может быть, и часть информации спрятать на другие экраны, на другие контролы. Про Google Now я уже сказал. То есть, если вы пользовались Google Now на телефоне, то во многом эта парадигма показывает поведение Android Wear в части вот как раз контекстных событий, которые появляются в ленте. И появляются они, во-первых, сами по себе, независимо от вашей воли. Ну и вы можете там чуть-чуть настроить. Но в Android Wear, например, даже нельзя задать их порядок и сказать, что вот определенное событие должно быть всегда и не убирать его. Также надо помнить, что не стоит напоминать о себе слишком часто, если вы создали Android Wear приложение. Представьте, что ваше приложение это человек, который стоит за спиной вашего пользователя и периодически вот так по спине его тыкает. Эй-эй, у меня есть информация для тебя. Соответственно, чем реже вы это делаете, тем душевное здоровье пользователя будет лучше. Еще принципы это предложение и запрос. Принцип предложения, собственно, это то, что я сказал. Приложение само предлагает пользователю какой-то контекст, контент, контекстозависимо, умно это делает в зависимости от окружающего мира и пользователь слабо на это влияет. И запрос, это когда пользователь хочет активно что-то сделать. Это, в принципе, похоже на типовой сценарий использования смартфона. То есть пользователь открывает голосовой поиск и говорит, найти в гугле рестораны в радиусе двух километров. Или он хочет запустить приложение и говорит, окей, Google, старт калькулятор. Соответственно, в Android Wear эти две парадигмы смешиваются и таким образом происходит взаимодействие с пользователем. Вот, если пользователи пользовались Android Wear, смотрели какие-то видео, может быть, то видели, что приложение представляет собой главный экран всего Android Wear представляет собой такую длинную ленту карточек, нотификаций. В Google Glass, кстати, также сделано, которая показывает, какие приложения вам, что вам говорят в текущий момент. Соответственно, вы можете свайпить их вверх и вниз, чтобы посмотреть. Если свайпить до упора влево, то вы можете карточку убрать. Если свайпить вправо, то появляются дополнительные карточки этого приложения и действия. Теперь пойдем по элементам UI, которые вообще есть и о которых нужно задумываться, когда вы делаете приложение. Как раз элемент QCard, если прошлый элемент лента, это был принцип suggest, то есть лента сама предлагала вам какую-то информацию, то здесь принцип demand, то есть пользователь вводит информацию голосом, например, вот как на третьем скрине, где он что-то уже сказал. Или как на втором скрине, когда у нас есть выбор из предопределенных вариантов. Или как на первом скрине, когда мы выбираем действие не голосом, а просто скролируя весь список действий. Так тоже можно. Вообще в Android Wear можно разделить приложение на три типа. первое, это те, которые в основном используют базовые элементы UI, то есть карточки, события, действия и прочее, о чем я сейчас расскажу еще. Второе, это полноэкранные приложения, это в основном игры какие-то, приложения с кастомным дизайном, с кастомным юзер экспириенсом, в общем, выбивающиеся из общего ряда и, возможно, не подпадающие под гайдлайны и гугла. И третье, это watchface, про который уже тоже говорилось, это просто всякие разные красивые циферблаты, стрелочки, которые показывают время, возможно, еще какую-то информацию. Приложение на самом деле, вот говорилось, что для тизина есть больше тысячи приложений, для Android Wear есть такое приложение Wear Store, который представляет себя альтернативный каталог приложений и там очень удобная есть фича, это показывать, какие приложения появились за последнее время. И вот я туда заглянул, и там где-то около 700 приложений в категории Apps и еще почти 100 в категории игр. То есть скоро уже больше будет, чем в тизине. Я уверен, что когда выйдет Apple Watch, тоже число приложений быстро пойдет в гору. Следующий элемент базовый, который используется, это карточки. тоже, наверное, видео в различных на скринах видели. Они появляются в общем потоке, который есть на главном экране. У них есть иконка, определяющая приложение, вот справа находится, маленькая. Есть микротекст, потому что длинный текст всегда просто не впихнешь. Но можно, конечно, сделать текст подлиннее, но тогда он там будет, он немножко скрыт, и надо будет тыкнуть на карточку, чтобы увидеть полный текст. Фон, который может быть параллаксным, то есть вот эти картинки маленькие на заднем фоне, они могут быть довольно большого размера, и как раз за счет этого организуется эффект параллакса, красивый, когда вы скроллите вверх-вниз. При этом фон, он не должен заменять иконку, то есть не надо там писать поперек большими буквами Twitter там или еще что-то. Обычно он желательно должен быть контекстно-зависимым, то есть, например, если вам человек звонит, то на карточке забрежен его портрет. Или там вот хороший пример, тут опять что-то с презентацией поехало, кстати. Хороший пример, вот второй снизу экран, на котором 15 минут, тут Google показывает на дороге, которая на заднем фоне, в зависимости от того, какой трафик, сколько там машин. Ну, то есть, грубо говоря, если трафик большой, там будет несколько машин, которые так близки, друг к другу стоят. Здесь, видимо, трафик достаточно нормальный. Также на карточках могут быть элементы, с которыми можно взаимодействовать, то есть, это вот кнопки, например, Play, Pause или еще какие-то. Пожелание такое по действиям на карточках не более одного-двух действий на одном экране, просто потому, что трудно попасть пальцем, если у вас на экране очень много действий. Тут надо понимать, что набор ограничен, желательно ограничиться одним-двумя. Так, и вот еще карточки, которые группируются. Вот если у нас много есть одинаковых карт, вот как например с Gmail, то они группируются в стек и показываются, как еще три. Нажимаем, там больше появляется. Соответственно, девелоперы могут все это задать для своих приложений, тоже сделать такие стект notification. Все есть в SDK. Теперь, как же нам сделать, если у нас на карточку вся информация не помещается? Есть такой элемент Pages, который представляет собой дополнительные карточки, и они появляются по свайпу вправо, и на них уже можно размещать какую-то еще инфу. Например, вот здесь размещена карточка погоды, а если по свайпам вправо увидим погоду по дням недели с градусами и с иконочками. Их не должно быть много, потому что пользователь ленивый и свайпить далеко вправо не захочет. И порядок такой должен быть. Сначала основная карточка, потом вот эти дополнительные, а потом уже идут действия. Про действия следующий слайд. Действия находятся справа от карточек и от дополнительных карточек. Представляют собой вот такие прямоугольнички. В принципе, это стандартный довольно вид. Туда можно поместить свою иконку, текст, фон, и таким образом мы совершаем какие-то либо действия. Например, если у нас в потоке появился твиттер-карт с новым твиттом, то по свайпу вправо мы увидим там кнопочки такие, как ответить, ретвитнуть, добавить в избранное. Если это Gmail, то там будут удалить и все такое. Желательно и не делать их очень много, опять же, потому что тяжело будет свайпить далеко вправо. Желательно не более трех штук как-то обойтись. То есть если у вас больше действий, это означает, что у вас на этой карте слишком сгруппирована информация или ее стоит разделить на несколько отдельных карт, которые как-то взаимодействуют. Различные элементы выбора. Вот здесь показан одномерный пикер, то есть вот весь флоу тут нам показывают. Сначала у нас карточка с песней, мы можем там нажать play, pause, дальше если мы свайпим, появляется действие сменить песню и следующим элементом у нас возникает вертикальный такой скролл с большим числом карточек, которым мы можем выбрать песню. Еще примером может служить, если вы например попытаетесь поискать что-то через Google поиск и он найдет много результатов, он их представит именно в виде такого поиска, где вы можете кликнуть по понравившемуся варианту. И после того, как мы кликаем, новая песня начинает играть, заменяя собой старую на карточке. Тут надо понять, что есть не только одномерные пикеры, вот как здесь, вертикально, еще есть с помощью грит-адаптера реализуемые двухмерные пикеры, то есть когда мы можем выбирать сначала например альбом, это сначала исполнителя, а потом песня какая-то его. Соответственно мы сначала скроллим по одному измерению, потом по другому. Просто запомните, что есть двухмерные пикеры. В гайдлайнах прописано достаточно хорошо, как их реализовать, какие требования предъявляются, очень удобный элемент. Дальше листы выбора. Ну все, кто программировал под Android, знакомы с замечательным компонентом ListView и соответственно первым желанием это вставить такой же ListView в наше приложение для выбора чего-либо. Обратите внимание, тут не карточки, а просто отдельные элементы, то есть иконка и текст. Рекомендуется использовать класс Variable ListView, потому что он реализует такой паттерн, они размещаются по сути как на барабане, грубо говоря. То есть выбранный элемент увеличивается в размерах и таким образом подсвечивается. Это стандартное поведение, которое реализуется методами уменьшения и увеличения этого элемента и вы можете легко сделать свое, например, слева это такой же элемент у Evernote, тоже центральный элемент, как бы фокусируется на нем внимание. Соответственно предполагается, что не стоит делать большие списки, где у вас на маленьком экране очень много элементов. Во-первых, трудно уместить всю информацию, она будет очень мелкой и плохо видна, а во-вторых, кликнуть по ней будет еще большим мучением, тут даже по трем элементам сложно попасть бывает, по большему числу вообще плохо. Используйте Variable ListView для листов и все у вас будет замечательно. Следующий паттерн, который хочется рассмотреть, это выход из приложения. Если с приложениями с стандартным интерфейсом карточек, действий и прочего более-менее понятно, там мы выходим до скролля до левой грани и от нее начинаю скроллить, то с полноэкранными например приложениями, такими как игры, непонятно что делать. Не хочется, чтобы наша игра вышла, мы вышли из нее просто случайно свайпом не туда. Альтернативой предполагается использование долгого нажатия на экран. Долго нажимаете, появляется красный крестик, вы подтверждаете выход и приложение убивается. соответственно это тоже реализуется платформой достаточно легко. Достаточно показать Dismiss Overlay View поверх всех View на экране и таким образом вы увидите вот этот самый элемент. Так, еще уже достаточно давно вышла Moto 360 и соответственно у нас появилась проблема разных видов экранов. Чисто красивая, но зато экран нестандартной формы. Если мы просто в лоб начнем делать какую-либо разметку, layout, например, просто положим в линии наш элемент с текстом, то на Moto 360 все будет выглядеть не очень красиво. Одно из решений этой проблемы это использовать такой элемент как Watch View Stop. Что это такое? это специальный элемент, который позволяет задать два layout для разных типов экранов, для круглого и для прямоугольного. Вот если вы посмотрите строчки 8-9, то увидите, что как раз с помощью этих атрибутов можно задать XML-ки для прямоугольного и круглого экранов. Я не знаю насколько все знакомы с Android разработкой, но в общем-то вы наверное поняли о чем речь, если вы знакомы. второй способ, как мы можем избавиться от проблемы разных видов экранов это Box Inset Layout. Что это такое? Это специальный layout, который по сути на квадратном экране не слишком-то влияет на расположение элементов, а вот на круглом он заставляет их всех вписаться в прямоугольник, который внутри круга находится. И таким образом мы опять же можем контролировать расположение элементов. У него задаются паддинги, которые слева справа есть. Вложенные элементы выкладываются в квадрат и с помощью атрибутов например мы можем задать, что у нас элемент будет в левом нижнем углу или в правом нижнем углу либо сверху. Соответственно таким образом можно написать один layout вместо двух как в предыдущем случае и он будет более-менее выглядеть хорошо на обоих девайсах. Естественно тут нужна практика и тестирование на реальном девайсе, но вот в SDK такой инструмент есть, тоже пользуйтесь, если не хотите, чтобы пользователи Moto 360 чувствовали себя неуютно в вашем приложении. Еще один паттерн, который есть, это подтверждение действий. Так как пользователь часто набирает какие-то задачи голосом или случайно тыкает куда-то или даже другой пользователь может голосом что-то сказать, такое тоже есть, то желательно предоставить возможность отменить действие и это делается с помощью элемента delayed confirmation view. он вот так выглядит и позволяет задать интервал, в течение которого это все должно происходить. И если интервал истек, то действие совершается. Это полезно для таких действий, как, например, отправка смс с голоса или, например, удаление твита или письма, если вы нажали кнопку удалить. Также неплохо бы показывать какие-либо нотификации, когда действие совершилось. Те, кто знаком с андроид разработкой, знают, что там есть всплывающее уведомление толсты внизу либо диалоги. Здесь предполагается использование таких полноэкранных уведомлений. Они могут быть зеленого, красного цвета с крестиком, с уклицательным знаком, какие хотите. Но вот среди тех, что есть по умолчанию, можно использовать confirmation activity с такими типами, как успешная анимация, успешное совершение действий, неуспешное и открыть на телефоне. Во многих приложениях есть такая кнопка открыть контент на телефоне. Например, вам написали в Twitter, вы свайпите до кнопки открыть на телефоне и работаете там. или например в Thrella или в Evernote вы что-то делаете и понимаете, что с Android VR это достаточно проблематично и есть кнопка открыть тот же самый контент на телефоне. Соответственно, если у вас какой-то есть контент, который классно показать на телефоне вместо VR, делайте такую кнопку, точнее такую нотификацию с кнопкой и показывайте в нужный момент. Как это работает вообще? Создается Activity, которая представляет собой по сути просто экран с анимацией, анимация проигрывается, Activity завершается и мы едем дальше. Тоже очень просто и легко. Теперь еще про какие принципы хотелось поговорить при создании дизайна и программировании приложений. Желательно выделить главную идею в вашем приложении и начать с нее проектирование Android VR приложения, а не пытаться ужать уже готовое приложение под Android под VR. Тут просто вопрос подхода. Вроде кажется не сильно большая разница, но на деле получается, что если вы пытаетесь сужать, то очень сложно отказываться от того, другого, третьего. Я хочу сразу сказать, вот моя главная идея, я ее развиваю, а все остальное уж там как пойдет. То есть начинайте с той идеи, которая лежит в корне вашего приложения. остальные функции будете добавлять, если они хорошо впишутся или если это нужно. Еще короткие упражнения, которые могли бы вы провести, прежде чем писать Android VR приложение. Например, такое упражнение в разрезе контекста использования. Представьте, что у вас пользователь это хирург на операции. Хирургам на операции они сами ничего не берут. они всегда говорят дайте то, дайте все. Им сразу вкладывают в руку инструмент. Нормальный персонал даже не ждет, когда доктор скажет дайте то, дайте все. Они сами предугадывают его действия и подкладывают ему инструмент, когда нужно. Ему остается только взять. Похожий подход срабатывает с приложениями с Android VR. Попытайтесь представить, что ваш пользователь, хирург, нуждается в каких-то инструментах, то есть в действиях, контенте, в чем-то таком. И каким образом и в какой момент вы можете ему их предоставить, не требуя от него особого участия. И соответственно это ведет нас ко второму пункту, когда проектируете приложение, начните с проектирования карточек в потоке. То есть начните с того, что ваше приложение может запихать в поток без участия пользователя. И в разрезе голосового управления тут такое упражнение. Представьте, что вы это ваше приложение и вы сидите в пустой комнате, где есть стол и телефон. И все ваше взаимодействие с пользователем идет только по принципу пользователь звонит и говорит, что ему нужно. То есть таким образом вы сможете увидеть паттерны, увидеть фразы, по которым он запрашивает контент, увидеть какие слова он будет говорить и в какой момент. То есть по сути проработать всю обработку голоса в своем приложении. Насчет голоса тут такой момент. Есть уже заданные платформы голосовые команды, например создать запись take note или еще что-то позвонить и прочее. Ваше приложение может подписываться на них и обрабатывать их. А также можно получить просто произвольный текст от пользователя в том виде, в котором он проговорил. Вот. Ну и следующее это уже не упражнение, а средства. Во-первых, есть хорошие доки, в которых все это описано, часть из которых я сейчас вещал вам. Во-вторых, есть примеры от Google, которые пополняются. Вот они появились сначала после Google I.O., потом там еще обновлялись и соответственно недавно новые примеры выложили, например, по созданию watchface. Вот, несмотря на то, что в Android Wear Market уже есть много приложений с watchface, это API, насколько я помню, было неофициальным и только 10 декабря появилась официальная API, теперь вы можете официально делать какие угодно watchface и вряд ли что-то будет кардинально меняться в вашем коде. И второй инструмент, про который тоже ребята из Google упоминали, они используют Android Design Preview. Наверное, кто может сталкивался с разработкой под Android знает, что и не обязательно под Wear это использовать. С помощью Android Design Preview вы можете часть экрана с компьютера отразить на вашем Android Wear девайсе. Таким образом сделать предпросмотр дизайна. Вот, насколько я понимаю, Photoshop запущен и экран, нарисованный в Photoshop отображается на устройстве. В случае с телефонами это хорошо работает, в случае с Wearable еще лучше, потому что экран меньше, экран круглый бывает. Я вот не вставил скрин, там был круглый экран, который отображался на Moto 360. Спасибо за внимание, задавайте вопросы ваши. Добрый вечер, спасибо. Насчет Android Preview, он также работает и просто для смартфона? Да. Ага, хорошая была. Муза. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. За презентацию. Вы говорили про программу, которая будет выпускать например, шагомеры или музыку, когда там какая-то активная действие начинается. От чего это будет зависеть от дачи движения, как-то должен срабатывать, чтобы вдруг я, например, пойду быстро, не заработаю, но вроде чего еще нет. От чего это будет зависеть в программу, в системе. это будет зависеть от разработчика приложения, соответственно, простейший вариант, если у вас скорость определенная есть, то он включился. А уже как там это лучше сделать, конечно, другой вопрос. Что именно это будет определять? Идете ли вы или стоите или бежите? Нет, вот именно как программа будет определять скорость? Через датчик движения, через GPS. Спасибо. Здравствуйте, спасибо. Женщина, я вот не услышал, у меня такого не было, но что насчет концепции однократного, двукратного, трехкратного нажатия по часам? Такого не прикидывается? Вроде как нет, в гайдлайнах про это ничего нет, там есть однократное нажатие, свайп долгий, долгий этот, неудобный, неудобный что-нибудь там два раза нужно нажать, то что-то другое может быть. Ну я не встречал, может быть, вы скорее всего всего в своем приложении можете там обработать жесты как хотите, но как бы официально гайдлайнах такого нет, прям двукратного нажатия. Ребята, еще раз напоминаю, общаться с Вагимом органом, с Алексеем и Лаком, а с другими участниками конференции GDG Festival 2014 можно выйти завтра в 10 часов в офисе компании Датар на практической части нашей конференции.